Добрый вечер! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Сегодня в программе. Парламент принял в первом чтении законопроект о моратории на повышение тарифов на электроэнергию. Также в первом чтении приняты республиканский бюджет на 2023 год и бюджеты некоторых внебюджетных фондов. На 1975 году от продолжительной тяжелой болезни ушла из жизни Маурица Дженкинс, бывший политический советник ООН в Абхазии. Чемпион мира по версии WBO среди молодежи Игоря Адлиба о поединке в Екатеринбурге и о ближайших планах. Президент Аслан Бжания провел еженедельное рабочее совещание с руководством правительства и администрацией президента, сообщает пресс-служба главы государства. В ходе совещания рассмотрены вопросы социально-экономического развития, энергообеспечения и реализации инвест-программы. Участники встречи доложили о ходе реализации решений и исполнения поручений президента на местах. Также обсуждался вопрос формирования и отправки гуманитарной помощи для детей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Аслан Бжания подчеркнул необходимость усиления взаимодействия органов, отвечающих за исполнение данных им поручений. Парламент принял в первом чтении законопроект о моратории на повышение тарифов на электроэнергию. Кроме того, в первом чтении принят республиканский бюджет на 2023 год и бюджеты шести внебюджетных фондов, четырех в окончательном чтении, остальных в первом. Парламент также внес изменения в конституционный закон о судебной власти, который представил депутат Дауд Хутаба. Речь идет о новейшей программе АСИС, которая нацелена на распределение дел внутри судебной власти. Как пояснил коллегам Дауд Хутаба по инициативе представителей Конституционного суда, эту программу предлагается упразднить. Ее содержание в год обходится около 14 миллионов рублей. Депутаты согласились и единогласно приняли законопроект. Во втором окончательном чтении принят законопроект о внесении изменений в части 1 и 2 Гражданского кодекса. Речь идет о законе, регулирующем банковские вопросы, а именно об условиях поручителя. Всего в повестке дня значилось более 30 вопросов. После голосования и утверждения повестки парламентарии сошлись во мнении, что обсудить все вопросы за один день не удастся. И поэтому было решено рассмотреть часть из них в этот четверг. Репортаж заседания сессии смотрите в следующем выпуске новостей. В понедельник 12 декабря на горе Мамзышха вспыхнул пожар. В течение дня огонь распространился на 30 гектаров леса. Однако уже ночью пошел дождь и возгорания были потушены. Как сообщили в пресс-службе МЧС, сейчас дымят небольшие пеньки. Угрозы дальнейшего пожара нет. Сотрудники пожарно-спасательного отряда МЧС Абхазии следят за ситуацией. Министерство внутренних дел напоминает об ответственности за изготовление и использование поддельного водительского удостоверения. В последнее время в республике участились случаи выявления сотрудниками ГАИ поддельных документов. Об этом в материале пресс-службы МВД. В последнее время в республике участились случаи выявления сотрудниками ГАИ использования водителями транспортных средств поддельных водительских удостоверений. Подразделениями ГАИ проводятся ежедневные усиленные мероприятия по выявлению правонарушения правил дорожного движения на дорогах городов и районов Республики Абхазии. Так, инспекторами дорожно-постовой службы в ходе проверки документов в восьми случаях возникли сомнения в подлинности водительских прав, выданных ГИБД и МВД РФ. На удостоверениях отсутствовали микротексты, наблюдались иные признаки подделки. При проверке по базе данных ГИБД и МВД РФ удостоверения с такими же номерами числились за другими гражданами РФ. Госавтоинспекция предупреждает об уголовной ответственности за езду с фальшивыми водительскими правами. Такие действия попадают под уголовный кодекс Республики Абхазия. Согласно закону, изда с поддельными правами можно обернуться для нарушителя тюремным заключением. В итоге поддельные права у правонарушителей изъяты, а их самих доставили в отдел милиции. Расследование инцидента проводится отделом дознания Министерства внутренних дел Республики Абхазии. Многие лжеводители, садящиеся за руль с поддельным удостоверением, порой не знают, что за это предусмотрена уголовная ответственность, либо надеются, что им удастся избежать наказания за подобное нарушение закона. В отделе дознания Министерства внутренних дел рассматриваются материалы по факту подложенных водительских прав, которые незаконно были выданы, не установлены на сегодняшний момент лицами. МВД напоминает и предупреждает лиц. Использование подложенных водительских удостоверений несет уголовную ответственность. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Прежде чем обращаться к услугам по изготовлению поддельных водительских удостоверений, подумайте, что в данном случае вы в большей степени рискуете нажить еще массу новых проблем, чем решить имеющиеся. На 1975 году от продолжительной тяжелой болезни ушла из жизни Мауриция Дженкинс, бывший политический советник ООН в Абхазии. Мауриция Дженкинс горячо любила Абхазию и делала много добрых дел. Финансово поддерживала реализацию интересных и полезных проектов. Смотрите репортаж Алики Трапш. Италянка по происхождению, бывший политический советник ООН в Абхазии, жена бывшего посла Великобритании в Грузии Ричарда Дженкинсона Мауриция Дженкинс впервые приехала в Абхазию в 1998 году. В своих опубликованных размышлениях Мауриция писала, что ошеломляющие пейзажи маленькой Абхазии ее поразили, и она чувствовала себя как дома. Здесь она заводила много знакомств и обрела друзей. Журналист, общественный деятель Надежды Венедиктовой считает уникальным феноменом, что, будучи италянкой, Мауриция Дженкинс совпала с Абхазией полностью. Когда Мауриция приезжала в гости к Надежде Венедиктовой, они каждый день ходили на море, на Синопский пляж. Мауриция буквально заполняла все вокруг своей неиссякаемой энергией и жаждой жизни. Она вообще очень была жадна на людей. Она все время знакомилась, знакомилась, знакомилась. Мы как-то, в общем, довольно быстро совпали, много ездили вместе. И меня особенно поражал диапазон ее интересов. То есть, понимаете, она хотела внедрить в Абхазии все, о чем она слышала и знала. От абхазской моцареллы из молока буйвола до, что нужно написать учебник по истории Абхазии. Она находила гранты, в том числе и давала свои деньги. Мауриция Дженкинс была очень жизнелюбивой и отзывчивой. Кто бы ни нуждался в помощи, она протягивала ему свою руку. И в силу своих возможностей решала проблемы окружающих ее людей. По ее инициативе и ходатайству были выделены гранты на реализацию многих проектов. В Лондоне она чувствовала себя не на месте. Это огромный мегаполис. Там между людьми нет такой человеческой спайки, как в небольших городах и в небольших странах. Однажды она мне вообще сказала по телефону. Я здесь, как лев в клетке. А когда она приезжала сюда, и вот это все она знала, она всех помнила и так далее, вот она уже приезжала на пенсии. Куда-нибудь мы поедем, все говорят, ой, Мауриция, ой, Мауриция, ой, Мауриция. Это был такой фонтан идей, которые, может быть, в наших условиях не всегда были практически использованы. Мне кажется, что навряд ли есть еще кто-то, кто так безмерно и беззаветно любил Абхазию и нас. Потому что она понимала все наши трудности. В ней было столько доброты, столько теплоты, что она все время находила какие-то слова для того, чтобы нам как-то создать атмосферу теплоты, любви друг к другу. Мауриция Дженкинс очень много путешествовала по Абхазии, объездила множество сел, посетила все города республики. Она очень любила отдыхать в Новом Афоне. Часто ездила туда с мужем и друзьями. Надежда Венедиктова вспоминает, как Роман Барг и Виктор Маландзе забрали Маурицию с семьей на Малую Рицу. Мужу было тяжеловато подниматься по крутому склону, а Мауриция порхала, как бабочка, и интересовалась породами деревьев и кустарников, птицами, всем, что встречалось на пути. Малая Рица – это такое озеро, вот с той стороны склон, на нем вертикальные сосны, все это отражается в синей воде. Изумительное место, и, конечно, они были под большим впечатлением. Вообще, она старалась своим детям показать Абхазию. И однажды, значит, она пригласила меня в Бонасолу. Ну, в какой-то момент младший сын приехал, она его попросила там меня куда-то повезти. Вот мы с ним стоим на сторожевой башне, в каком-то маленьком там итальянском городишке, и тут море, ну, и так очень живописно по-итальянски. И я говорю, что да, он очень красивый. Он так посмотрел на меня, он очень много ездил, и в Японию уже до того он был. Он говорит, красивее, чем новый Афон, я не видел. У яркой, неординарной, энергичной Мауриции Дженкинс было много планов и идей. Ее теплоты и сердечности хватало на всех, кто ее окружал. Но, увы, судьба распорядилась иначе. Три года она вела неравную борьбу с тяжелой болезнью. Вести о ее кончине с болью восприняли ее многочисленные абхазские друзья и знакомые. Месяца полтора назад она, когда понятно было, к чему идет, она по телефону Леонид Кварчелия сказала, вы моя семья. И поэтому, конечно, ее потеря для нас, это чудовищная потеря. Конечно, для Абхазии потеря. Когда они последний раз с мужем тут были, это было до ковида, она сказала, ну, Дик больше не сможет приезжать, но я обязательно буду приезжать. Понимаете, и вот эта болезнь так ее подкосила. И вот сложно представить, что какая-то болезнь могла вот эту бесконечную энергию, которая вот во все стороны фонтанировала, что она могла ее подкосить. Но, увы. Вчера мы все договорились, что в воскресенье поедем в монастырь Новоафонский, который она посещала, любила. И мы поедем на службу, и поменем ее, и будем просить, чтобы за все тепло, которое она оставила, дарила нам в разные времена, и вверяла нам силу, духа, чтобы ей там было спокойно и хорошо. Мауриция Дженкинс по-особенному любила Абхазию и ее жителей. Можно без преувеличения сказать, что и они отвечали ей взаимностью. Добрые дела Мауриции находили отклик в сердцах людей, с кем она когда-либо пересекалась. Алика Трапш, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба встретился с предпринимателями из республики Мариел, которые занимаются производством светильников для парковых зон и инфракрасных обогревателей. Все подробности в репортаже пресс-службы столичной администрации. В администрации города Сухум прошла встреча главы Беслана Эшба с предпринимателями из республики Мариел. Рады вас приветствовать в городе Сухум, в Абхазии. Такие поездки, наверное, не полезные для делового общения, для организации бизнеса, для тренерской деятельности, поэтому мы всячески готовы оказываться действием. Уверен, что найдем точки соприкосновения и попробуем посотрудничать, как говорится. В свете увеличения тарифа на электроэнергию в Абхазии и долговечности предлагаемой продукции Сухумская администрация уже выходила на контакт с компанией, производящей светильники для паркового освещения. Есть договоренность о поставках оборудования к январю, а в будущем о наладке производства комплектующих на месте. У нас достаточно большие направления по гражданке, начиная со светодиодных светильников, кончая для агросветильники, сейчас там гроу-боксы начинаем выпускать, ну, в общем, все, что касается этого направления светового. Мы рассматривали вопрос пока о первичной покупке светильников, которые освещали дороги, улицы, парки и так далее, на перспективу, чтобы могли сделать здесь сборочное производство. Если мы готовы двигаться в этом направлении, то буквально с Нового года мы сейчас с вами обсудим варианты сотрудничества, что будет в первую партию входить. Мы приблизительно понимаем ценовой диапазон, приблизительно понимаем, какова гарантия ваших светильников, и какая у них энергоемкость, тоже, в принципе, нам это интересно. А если у нас есть перспектива совместного производства здесь на месте, то это еще больше нас заинтересовывает в этом. У нас есть наработки по направлениям, и мы, на самом деле, многим компаниям, Российской Федерации предлагаем использовать наши усилия для того, чтобы можно было представить российскую продукцию или продукцию, произведенную совместными усилиями, для того, чтобы можно было выходить на другие рынки. Такая возможность у нас тоже имеется. Тема энергосбережения была продолжена также и при презентации компании, производящей инфракрасные обогреватели. Производители из Мариел предлагают 12 лет гарантии на свою продукцию. Кроме того, их обогреватели потребляют меньше электричества. Правда, цена на них выше, чем на китайские и турецкие конвекторы. Модификация у нас довольно-таки очень обширная. У нас есть несколько направлений нашего оборудования, есть несколько вариантов мощностного ряда, размерного ряда. Преимущество наших обогревателей, что мы имеем большую степень защиты, это IP66, а это влажные помещения или довольно-таки такие автомочные комплексы, где-то, возможно, не бассейны, но там, где присутствует влага. Мы в этом смысле заинтересованы как администрация, как, ну, скажем так, в целом, наверное, правительство в том плане, чтобы энергосбережение происходило везде, где возможно, потому что у нас действительно серьезный дефицит электроэнергии. И давая такую возможность нашим жителям, да, то мы понимаем, что если заменят они свои котлы, если там конвертеры и так далее, то это будет существенная экономия расходов. Еще один предприниматель из Мариел представлял кондитерское производство. По информации замглавы Сухума Леона Кварча, в год в Сухум экспортируется до 1000 тонн кондитерских изделий. В курортный сезон потребление выше. На встрече российским предпринимателям рассказали о существующем законодательстве, о налоговых и иных преференциях для инвесторов. Амра Амичб Алексея Гухава, Пресс-служба администрации города Сухум. Абхазский боксер Игорь Адлиба одержал досрочную победу техническим нокаутом в поединке со спортсменом из Узбекистана Сардором Музафаровым. На вечере профессионального бокса в Екатеринбурге. Матч прошел в воскресенье 11 декабря. За поединком Игоря наблюдала вся страна, и его победа, безусловно, вызвала бурю эмоций у болельщиков. С чемпионом мира по версии WBO среди молодежи пообщалась с Орек Варасхелия. В первой паре турнира по профессиональному боксу, который проходил в Екатеринбурге, в весовой категории до 66,7 килограммов сошлись Игорь Адлиба и Сардор Музафаров из Узбекистана. Им предстоял восьмираундовый поединок. В этом поединке Игорь должен был бороться с Максимом Черничуком. И масштабы игры должны были быть другими, отмечает спортсмен. Однако за день до боя, во время взвешивания, сообщили, что Максим заболел. Очень хорошо стоит в рендике, мировом, 95-й в списке сильнейших боксеров мира. Мне обязательно надо с ним сразиться и выяснить, кто сильнее. Мы договорились в новом году, в феврале мы будем заново с ним боксировать. У нас все так же, контракт подписан. Так, восьмираундовый бой Игоря. Исардора Музафарова завершился на втором. Спортсмены стали активнее проявлять себя и обменялись несколькими крепкими ударами. Но преимущество было на стороне Игоря Адлиба. После ряда удачных для него атак раунд завершился. И тут объявили решение тренеров Музафарова об отказе вести бой дальше. Конечно, не Игоря. Игорь этот справа от него. А это Дмитрий Болгарев. Да, 14-я победа Игоря Адлиба в карьере. Наши поздравления. Вся проблема в том, что я готовился к этому бою 7 недель, а он не готовился вообще. То есть, короткое уведомление, это когда соперник, рискуя всем, идет и рассчитывая на что-то, на удачу, на победу. Он приехал, но когда два раунда в одну калитку я начал выигрывать и кое-какие повреждения он получил за эти два раунда, сделали, я считаю, правильное решение. Игоря на турнире поддерживала семья и друзья. Он и не знал, что они приехали в Екатеринбург и вместе с ним готовились к поединку. Радость при виде родных людей переполняла, отмечает борец. Но сюрпризом и неожиданностью стал приезд другого человека. Самый главный подарок для меня был я уже, наверное, боев 5-6, а то и больше. Выхожу под песню «Хиблы мугуба», смотрю и «Хибла приехала». Мы вышли вместе, она спела песню. Я считаю, что это очень круто. Но, опять же, мы еще раз показали, что мы не только боксировать, мы и петь умеем. Для Игоря Адлиба это 14-я победа. Он дебютировал в боксе в 2017 году и уже через два года стал чемпионом мира по версии WBO среди молодежи. Он уже является обладателем Кубка мира по кикбоксингу. Все свои бои 24-летний борец посвящает своей стране и подрастающему поколению юных боксеров. Я хочу, чтобы мои победы видели у меня в стране, чтобы наше подрастающее поколение видели, как это круто заниматься боксом и развиваться в плане как спортсмен, как личность. Я хочу, чтобы брали пример. Сейчас Игоря Адлиба дома с семьей. Но буквально через неделю он возобновит свои тренировки и начнет готовиться к бою с несостоявшимся соперником Максимом Чернячук. За финансовую помощь в организации боев Игорь благодарит сотовую компанию «Агвафон». Сарик Варцхеля, Алексей Боструков, Абхазское телевидение. Делегация из Абхазии приняла участие во всемирных играх юных соотечественников, которые прошли в Москве с 5 по 11 декабря. В соревнованиях принимали участие более 400 юных спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет. Они состязались в баскетболе, мини-футболе, шахматах и настольном теннисе. Игр проходят с целью укрепления международных спортивных связей, дружбы детей из разных стран и привлечения подростков к спорту. Организаторами выступали Россотрудничество, Минспорт России, партии «Единая Россия», Всероссийская федерация школьного спорта при поддержке Департамента спорта города Москвы. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 14 декабря, на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, в горах снег. Температура воздуха ночью 3,8, днем 7,12 градусов, температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин